Приветствую всех на своем канале! Сегодня я буду готовить салат подсолнух. Это такой классический, любимый в нашей семье салат. Мы его готовим по праздникам. Кому интересно, приглашаю к просмотру. Для этого салата нам понадобится куриная грудка по рецепту. Я беру половину курицы, отвариваю, освобождаю его от костей, кожи, от всяких прожилок и использую все части, потому что просто грудка, она как бы суховата, не очень вкусная. Поэтому у меня вот курица. Берем дальше грибы. Грибы в идеале тоже брать свежие шампиньоны и обжаривать их. Но у меня в этот раз их нет, потому что я в магазине их не встретила, поэтому купила консервированные. Дальше нам понадобится майонез, отварные яйца и твердый сыр. В этот раз у меня российский. Тоже кому какой нравится, можно взять голландский. И для украшения нам понадобятся чипсы. Все, у меня маслин нет. Итак, курицу нужно измельчить. Это будет наш первый слой. Его нужно потом обмазать майонезом. Я делаю это своим способом, очень легким. Попробуйте, кто не знает. Потому что сыпучие продукты очень сложно обмазывать майонезом. Это первый слой у нас. Второй слой у нас будут грибы измельченные. В идеале, конечно, обжаренные. Но у меня вот сегодня консервированные. Их тоже нужно будет обмазать майонезом. А если у вас грибы жареные, то их не нужно майонезом мазать. И так, второй слой у меня грибы. Тоже обмазываю майонезом. Третий слой пойдет яйца. Яйца у меня почти белки. Я оставила вот три желтка для украшения верха. Остальное пропустила через терку. Вот такие я яйца сейчас кладу. Это будет третий слой. После яиц четвертый слой у нас будет сыр. Сыр я пропустила через мелкую терку. Раскладываем сыр и тоже обмазываем майонезом. Поверх сыра делаю вот такую решетку из майонеза. Потом украшаю остатками желтка. Вот в эти. Итак, после желтков украшаем края чипсами. Можно, конечно, украсить еще маслинами, если вы любите. Но так как мои дома не любят, я поэтому маслины не использую. Вот такой получился у меня салат. Я прощаюсь с вами. Хочу поздравить вас с наступающим праздником Пасхи. Желаю всем здоровья, благополучия, радости в жизни. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok